Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна и сегодня я вам расскажу про краситель Estelle Couture и про его особенности. И вообще хочу сказать, что Estelle это был самый первый краситель в моей жизни, на котором я начинала работать. И этот краситель был у нас также в учебном центре. И поверьте мне, я знаю про этот краситель, кажется, все, потому что я долгое время на нем работала. Я на нем училась, я на нем совершала свои самые первые ошибки и, в общем, сегодня я с вами поделюсь своим мнением про линейку Estelle Couture. Я на ней не так много работала, как на стандартной стельке, на стандартной линейке Estelle Essex Deluxe, но я тоже очень неплохо знаю. И я вам расскажу особенности, в принципе, палитры, да, особенности этого красителя. И надеюсь, что вам это пригодится. И вообще расскажу про ходовые и неходовые цвета в салоне красоты. Итак, показываю, как выглядит вообще сама палитра. Она представляет собой вот такую вот огромную книжку. Она просто очень огромная, то есть она около 70, наверное, 80 сантиметров в длину. Вот, практически метровая палитра. И она вот так вот ставится. И здесь еще вот, видите, каждый из, ну, каждый из цветов можно взять, достать. Например, это очень удобно, вообще безумно удобно для того, чтобы брать, подносить клиенту, показывать какие-то варианты, а не давать клиенту, в принципе, смотреть целую палитру. В общем, давайте начнем все по порядку. Первые красители, которые мы, в принципе, видим самыми, самыми первыми, как только открываем палитру, это суперосветляющая серия. Что я могу сказать по поводу суперблондов? Я, безусловно, не все пробовала суперблонды. Тянут они, в принципе, средненько, но могу сказать, что вот этот оттенок 12.1, 12.16, 12.66, 12.76, вот эти вот холодные оттенки, эти оттенки никогда не получались такими холодными, даже если я их наносила на восьмую натуральную базу, то есть они в среднем, вот, к средней между этим и этим оттенком получались, при том, что я брала достаточно холодное направление, все равно оно даже прохладным не выходило, и в этом минус. Тянут они, в принципе, нормально, как обычные, в принципе, суперблонды, но чего-то вау я не могу сказать, как и, в принципе, очень плохого тоже. Далее идет серия Crystal Blonde, это как тонеры, то есть часто очень популярно, да, в общем-то тонеры, ну, на самом деле они должны были работать с 10-го ряда, но по факту на 10-м ряду они не работают, и они работают на очень-очень осветленных волосах, на 11-й базе, такой, знаете, 11-0-0-3, вот тогда, да, они лягут. Сами по себе вещи очень бесполезны, если вы покупаете это для салона красоты, да, и, в принципе, рассматриваете эту палитру, я вам советую не тратить на это время. Эти оттенки можно сделать, которые перекликаются с основной палитрой, и просто не тратить на это ни деньги, ни время. Дальше идет натуральные ряды, я, в принципе, натуральные ряды достаточно редко покупаю, всегда закупаю такие натуральные ряды через номер, то есть 10-3-0, там 5-0-7-0, потому что, в принципе, они у меня не в ходу сейчас, в основном девушки любят холодные оттенки, и натуральные ряды нужны разве что для окрашивания седины, но у меня таких клиенток не очень много, но я натуральные ряды покупаю всегда через номер, вот, потому что при случае необходимости, да, я могу два номера смешать, и у меня все будет. Далее вы видите одни из самых-самых коммерческих направлений, в эстеле, мне кажется, это один из самых удачных цветов, это 16-е направление, можете, если вы покупаете, по литру, берите просто полностью все вот эти вот оттенки, по несколько штук, потому что клиенты сейчас в основном хотят такие вот красивые, да, серебристые оттенки, в эстеле действительно очень удачные, очень красивые пепельные оттенки, и они реально такими и получаются, они такими и выходят. У меня, когда я работала на эстеле, 10-16-9-16, это были одни из самых-самых ходовых оттенков. 10-1, там 8-1, 9-1, я не люблю использовать в чистом виде, да, мне больше нравится, в принципе, у меня с этим направлением справляется 16-й ряд, поэтому, если вы, например, там на первую закупку ограничены в средствах, то я вам советую просто сразу покупать 16-й ряд, потому что, ну, 10-1 я достаточно редко использую. 10-1 у меня не сильно часто использовался, поэтому мне хватало вполне 16-го ряда. Далее идут технические ряды. Второй, третий ряд, да, второй, третий направлений. Зелёные направления – это золотистые, золотистые для препигментации, зелёные для нейтрализации, красные. Эти оттенки, опять же, я зелёные не покупала, обязательно у меня всегда должны быть оттенки 10-3, 9-3, потому что сейчас очень много клиенток с переосветлёнными концами от горе-мастеров приходят, поэтому обязательно нужно делать препигментацию. Далее показываю одни из самых своих любимых направлений в работе. Не помню, рассказывала вам или нет, но для меня 13-й и 31-й номер, для меня это самые вообще любимые, самые красивые блонды. Я сама пытаюсь тонировать подобного рода оттенки, мне они очень сильно нравятся, то есть пепельно-золотистые направления, смотрится очень дорого и очень красивый 36-й оттенок. Эти тона у меня были очень-очень ходовые, это вот как раз-таки тёплые, однотонные блондинки, просто божественные. Получается, с этим 36-м номером я его просто обожала. Дальше здесь идёт медное направление, и краситель и стиль кутюр уникален тем, что у него есть 41-е направление, это медно-пепельный. Вообще пепел не дализует медь, но это такой вот, знаете, холодная медь. Ну вот, это не знаю, звучит ли это как оксюморон, либо нет, но это очень красивый, очень дорогой и очень натуральный оттенок. Мне он очень сильно нравился, я красила им пару раз. Дальше идёт стандартный, в принципе, красный оттенок, не вижу смысла в нём останавливаться, сейчас этот оттенок не сильно ходовой. Вот, и дальше мы подходим к моим любимым лососикам. Оттенком здесь 56-го направления, это красно-фиолетовый. Я просто вообще без ума была от этих блондов. Я этот оттенок, один из самых вообще ходовых, самых таких популярных сейчас направлений. Раньше я 3 номера покупала постоянно, постоянно закупала, очень красивый, лососевый такой оттеночек. Дальше тоже, в принципе, достаточно ходовые оттенки идут. Это 6-ое фиолетовое направление. Здесь оно используется, опять же, как техническое направление, то есть оно используется как корректор. В палитре стель-кутюр здесь нет корректоров, да, они не предусмотрены, и вы вместо корректоров используете оттенки основного ряда, для того, чтобы как-то скорректировать фон осветления. И дальше идет 65-ое направление. Оно на самом деле очень схоже с 56-ым направлением, но 65-ое здесь такая более благородная розовинка. Мне нравится и 65-ое, и 56-ое направление. Это такой, знаете, холодный такой розоватый оттенок, очень красиво смотрится на блондах. Я обожала им тонировать, но опять же, учитывайте, что шестерка всегда уходит на нейтрализацию, у вас остается очень красивый оттенок. Дальше идет 66-ое направление. Опять же, здесь я в чистом виде никогда не использовала этот оттеночек, да, в чистом виде мне не приходилось его использовать. Опять же, я его использовала только как корректор. На камере он выглядит таким вот нежно-лиловым, в жизни он на самом деле более насыщенный. Дальше идет 7-ое направление. Его я тоже очень любила, мне нравились блонды 10-7, 9-7. Я очень часто 7-ое направление смешивала, например, с 65-ым оттенком, и получалась такая, знаете, серединка на половинку. Учитывайте, что 7-ка, она также имеет способность частично нейтрализовать желтый. И вот идет мой следующий фаворит. Это 71-ое направление. Оно чем-то похоже на мой самый любимый оттенок, на 13-ый, вот, но он более холодный, тоже очень коммерческий, очень красивые цвета. Однотонные блондинки просто сходят с ума, когда видят эти оттенки, так что очень советую присмотреться. Вот 71-ое, 65-ое, 56-ое направление я бы обязательно купила. Дальше идет High Fashion, да, это для ярких нюансов оттенки. Я их, честно вам скажу, не использовала. И вот показываю один из самых последних коммерческих оттенков, которые есть в палитре. Это 76-ой ряд, очень красивый оттенок. У меня был, он просто ходовой. Я могла вообще остальные оттенки не покупать, постоянно пользоваться 76-ой, за счет того, что здесь есть фиолетовое направление. Он шикарно нейтрализует желтинку, просто шикарно. И в Essex, и в Deluxe просто вообще бомбически нейтрализует и оставляет очень красивый, очень-очень светлый оттенок. И дальше смотрите, что у нас есть. Вы, наверное, подумали, что это продолжение палитры, либо это какие-то новые цвета, но нет, я вам сейчас расскажу, что это такое. Это коктейли. Это те оттенки, которые можно создавать с помощью основной палитры, но которых там нет, которые можно, в принципе, получить. Вы берете, вот снимаете номерочек, переворачиваете, и здесь вот написано, что можно 65-е, 16-е направление смешать, и получится вот такое вот оттеночек. Из особенностей этих красителей, да, могу назвать то, что вы корректируете фоносветление, да, с помощью, в принципе, основного ряда. С одной стороны, это упрощает работу, да, это уменьшает количество закупаемых материалов. С другой стороны, мастера, которые привыкли в целом работать с корректорами, им первое время может быть очень непривычно. Минусы, это есть очень много бесполезных оттенков в палитре, абсолютно некоммерческих, которые никогда не пригодятся. Следующий момент, это цена. Цена на стиле закупки достаточно высокая, и там очень маленький объем, это 60 миллилитров. Это, на самом деле, при такой цене, ну, достаточно немаленькая цена. И из плюсов также могу ответить, в принципе, в сами оттенки заложена нейтрализация зеленого, то есть стоит блок на зелень, и в целом вам, ну, нужно будет достаточно помудрить, чтобы получилось, получилось как-то случайно зеленый оттенок. Это, в принципе, плюс, это страховка для мастера. Вот, в целом, и все. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, и напишите в комментариях обзор какого красителя вы бы еще хотели увидеть, услышать. Я буду очень рада почитать ваше мнение, пробовали ли вы стельку Тюрк, может быть, вас красили. Всем спасибо за просмотр, всем пока!